Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередная выпуск новостей сегодня в эфире. Завершены реставрационные работы церкви Малатия Ташкоран в Западной Армении. США призывают Армению и Азербайджан вернуться к предметным обсуждениям под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Утреннее прекращение огня вновь было нарушено на гехах в низком участке границы. Ранен армянский солдат. Палата представителей приняла решение сократить военную помощь США и Азербайджану. Холм Арсан ТП в Западной Армении внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Лесные пожары в Киликии не потушены, десятки деревень были эвакуированы. 29 июля родился Ованес Айвазовский. Завершены реставрационные работы в заброшенной Ташкоранской церкви в городе Малатия, Западной Армении. Муниципалитет Малатия, который превращает историческое и культурное наследие в универсальные ценности, продолжает свои усилия по передаче исторических построек Малатия будущим поколениям. Армянская Ташкоранская церковь, построенная в 1893 году, была перестроена благодаря кропотливой работе муниципалитета. Церковь открыта для посетителей как культурный центр и время от времени как церковь для христиан. Внутри церкви есть библиотека. Кроме того, согласно общим правилам культурного центра, он имеет большую экологическую территорию. Также на территории церкви завершено цветение, озеленение и посадка деревьев. США призвали Армению и Азербайджан незамедлительно предпринять шаги по эдискалации ситуации на границе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госдепа. Соединенные Штаты осуждают недавнюю эскалацию между Арменией и Азербайджаном вдоль международной границы. Мы призываем Армению и Азербайджан выполнить свои обязательства по прекращению огня и незамедлительно предпринять шаги для эдискалации ситуации. Напряженность на границе предполагает, что только комплексное решение, направленное на решение ключевых вопросов, сможет нормализовать отношения между двумя странами и позволить с народом региона жить вместе в мире. Соединенные Штаты призывают Армению и Азербайджан как можно скорее вернуться к предметным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения прочного политического регулирования конфликта. Коворится в заявлении администрации США. Сегодня около 8.40 утра подразделения вооружённых сил Азербайджанов вновь открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке армяно-азербайджанской границы в Герархумике. Сообщает Министерство обороны Армении. Согласно сообщению, завязалась короткая перестрелка и после действия армянских позиций огонь противника прекратился. В результате провокации 29 июля один военнослужащий вооружённых сил Республики Армения получил огнестрельное ранение, говорится в сообщении. По состоянию на 9.30 утра ситуация спокойная. Ранее сегодня Минобороны Республики Армения сообщило о нарушении азербайджанцами режима прекращения огня в ночное время. Палата представителей США одобрила внесённую конгрессменом Палона поправку, которая сокращает военную помощь США Азербайджану. В изменении представленном Палона говорится, никакого финансирования Азербайджану не будет предоставляться через Международное военное образование и обучение, а также программу внешнего военного финансирования. Закон не блокировал дискретционное военное оборудование, которое может быть передано Министерством обороны в соответствии со статьёй 333 закона США. Фрэнк Палонес, соприседатель фракции Конгресса по делам Армении, приветствовал решение палаты по поправкам. Холм Арслан-ТП расположен в районе Паталгас провинции Малатия, Западной Армении, внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 44-й сессии Комитета Всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры ЮНЕСКО было решено включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО Холм Арслан-ТП, где находится самый старый известный город-государство Западной Армении. Арслан-ТП, расположенный в 12 километрах к юго-западу от реки Ефрат в районе Паталгас-Малатия, представляет собой холм высотой 30 метров. Согласно заявлению ЮНЕСКО, местные исследования подтверждают, что этот район был заселён с 6-го тысячелетия до н.э. до позднего римского периода. Самой замечательной частью холма Арслан-ТП считается период поздней цивилизации, когда дворцовый комплекс был построен из кирпича. В районе холма Арслан-ТП было найдено большое количество металлических предметов и оружия, в том числе самые старые мечи в мире. Лесные пожары в Мерсине, Адане и османских провинциях Килики продолжают представлять угрозу для местного населения. Несмотря на вмешательство большого количества пожарных, лесной пожар в Адане создал серьёзную опасность для жителей семи ближайших деревень. Жители пяти из этих деревень уже эвакуированы, в других двух ведутся эвакуационные работы. Пожар также повредил территорию площадью около 20 гектаров в районах Мерсин, Айтинджек и Пазязь. 157 человек были эвакуированы из 52 домов по соображениям безопасности. В Османской провинции лесные пожары также распространяются с огромной скоростью благодаря ветру. Органы местного самоуправления самостоятельно эвакуировали жителей окрестных сёл. Ованес Константинович Айвазовский – всемирно известный армянский гениальный художник Российской империи. Член Академии художеств в Санкт-Петербурге, Риме, Флоренции, Штутгарте, Амстердаме. Член Русского географического общества, а также член Императорской академии Российской империи. Ованес Айвазовский родился 17 июля 1817 года, по старому календару 29 июля. Предками Айвазовского были армяне из Галичины, переселившиеся в Галичину из Западной Армении в 17 веке. Как художник с мировым именем он предпочитал жить и работать в родном Крыму. Живописный талант Айвазовского привёл его в Симферопольскую гимназию, а затем в Петербургскую академию художеств, которую он окончил с золотой медалью. Получая награды за свои ранние пейзажи и морские пейзажи, он начал писать серию портретов приморских городов Крыма. Затем Айвазовский уехал в страны Европы. Позже серия морских пейзажей и корабельных картин подарила художнику честь быть постоянным военнослужащим в МФ России. Он также написал несколько картин для османского султана. Эти картины находятся в нынешних турецких музеях. Турецкий султан наградил Айвазовского орденом, но уже в Турции в 1890-х годах произошла резня армян. Айвазовский привязал турецкую медаль к шее своей собаке, а затем унёс её в море. В тяжёлые дни армянской резни в 1890-х годах он написал резни армян в Трапзоне в 1895 году. Погрузка судов. Турецкие корабли сбрасывают армян в мраморное море. И другие произведения, выражая свой гнев против турецких убийц. Он предоставил убежище и финансовую помощь армянским беженцам, спасавшимся от резни в Крыму. Он умер в 1900 году, оставив в наследство около 6000 полотен. Похоронен во дворце церкви святого Саркиса Феодосии. Далее для вас ансамбль Маратхук. Айхева-хева-сиртас. Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё. Желаем вам всего хорошего.